Мы продолжаем информационный марафон. К нам присоединяется Николай Маломуш, генерал, бывший глава службы внешней разведки Украины. Николай Григорьевич, приветствуем вас на Freedom. Здравствуйте. Приветствую, слава Украине. Героям слава. Очередная ночь террора со стороны России. Похоже, что Россия пытается побить свой предыдущий рекорд. Вот известно, что в октябре было запущено рекордное количество беспилотников, более двух тысяч. Как отмечают эксперты, цель таких атак – разведка перед ракетными ударами и перегрузка украинской ПВО с применением дронов в пустышах. Есть также мнение, что целят по энергообъектам именно дронами, пытаясь таким образом экономить ракеты. Но вот полетели сегодня ночью ракеты по Киеву после относительно долгой паузы. Что вы можете сказать по тактике россиян в этом плане? Ну, тактика, она многообразная. Враг пытается использовать различные методы для того, чтобы не только прозондировать нашу систему противовознучной обороны. Это, конечно, ее обесценить, чтобы мы использовали большие средства, например, пусть в грузках различных типов дронов. И фальш, как раз цели или дроны – это, конечно, низколетящие, это другие типы, которые они защищают сейчас против РЭПу. Это как бы понуждает нашу систему ПВО адаптироваться к тем или иным условиям. Они это все фиксируют. Они пытаются обойти систему, выявить наши, так сказать, огневые точки, вот, соответственно, исчерпать наши ресурсы. Это одна составляющая. Вторая, конечно, это удары по конкретным объектам и жилым, и энергоресурсы. Это вторая, так как действительно меньше затрат, но более массировано могут ударить и по жилым помещениям, по промышленным. Видим, по объектам пытаются ВПК, ну и, конечно, энергетическим объектам как приоритет. Но это еще одна из задач. Следующая – это массированные удары дронов с целью подавить дух украинцев. Это самая главная задача, потому что Путин давно понял, что он проигрывает, потому что украинцы не сдаются, как он сказал. И он не понимает, почему это так. Хотя в первые дни считают, что за него все будут стоять, и все сдадутся и будут поддерживать Путина. Так не стало. Мы ему сказали, народу Украины не победить. Так оно и вышло. Поэтому он пытается террором каждую ночь и каждый день просто, как он сказал, не уйдем, так катанем. Мы их будем добивать. Это его праздник. Поэтому в данной ситуации он пытается организовать террор против мирных граждан. А способ как раз беспилотников – это непосредственно. Вот мы же все видим, и все наши знакомые, что шахеды или, например, другие беспилотники летают прямо над домами. Прямо метров 100-200. Это действие психологически. Ожидание ударов, взрывов, соответственно, осколков. Это все как бы создает такой психологический настрой среди большой количества населения. И, конечно, перед возможными переговорами, тем более, думаю, что Трамп пришел, это усилится позиция. Он будет оставить позицию, как уже он завоевал перспективу поддержки среди граждан Украины, которые уже исчерпаны войной и этими ударами дронов. Ну и, с другой стороны, фактическим занятием территории, которые уже контролируют и каждый день пытаются все больше захватить. И вторая составляющая глобально – это подготовка к ракетным ударам. Это самая опасная ситуация. Мы давно уже и на наших передачах об этом говорили. Это экономия, с одной стороны, сейчас ракет за счет беспилотников и ударов их. Это, конечно, выявление карты наших систем ППО, обеспечение наших ресурсов. А затем уже потом, как есть ресурс, примерно, 820 тысяч различных типов ракет и баллистика, и крылатых. И, соответственно, даже они экономят сейчас Черноморский флот, крылатые ракеты, калибри. Вот это, может быть, конечно, удары с их стороны массированные, как и в этот решальный момент, для того, чтобы окончательно понуждать нас к переговорам на условиях России. Массирована подготовка, прямо скажу, идет. Уже пошли сигналы Трампу, что они готовы идти, но по факту уже что завоевали. Очень мощно ведется проработка по европейским странам и, конечно, по третьим странам. Индия, Китай, Бразилия, которая якобы также будет в системе переговорников по этому мирному плану, но по плану Путина. Но для этого он пытается атаками и будущими угрозами ракетных ударов проводить такие понуждения, как он сказал, к миру. И первая посылка ракет, это как бы модель уже зондирования, не седя, ударов по конкретным объектам, где он считает, они есть, первой военной. Вот если мы ее сцелим, видим, с чего послали. Как раз вот эти удары были уже как бы по конкретным военным целям. Но они не доставили успехов и не были, так сказать, дезориентированы. Мы уже имеем и систему противодействия, и даже баллистики, и аккроватым ракетам. И тем более уже давно мы отрабатываем модель зашифровки наших объектов, включая аэродромы, куда они пытаются постоянно ударять военные, так сказать, части или другие подразделения вооруженных сил нашего государства. В администрации Байдена хотят до инаугурации Трампа успеть передать военную помощь Украине в размере 6 миллиардов долларов. Помня, да, его намеки, что он может прекратить поставки американского оружия. Но в то же время, да, в Кремле так с опаской смотрят на возможные шаги Трампа во внешней политике, и в частности всего, что касается войны в Украине. Каковы ваши прогнозы? Как он себя поведет? Ну, первое, очень важное составляющее, чтобы действующая администрация до 20 января, еще вот Байден, направила все ресурсы, которые она обещала. Это не только 6 миллиардов долларов, которые остались по финансированию. Еще ряд программ не реализованы. Поэтому это может быть очень большой, существенный пакет на поддержку вооруженных сил. Это даст там перевесы на фронте. И второе составляющее, я знаю лично Трампа, вот в разных ситуациях мы действительно делали и с ним дискуссию, и особенно с его окружением. Он будет действовать в интересах США, но под воздействием именно эффективных своих советников. Вот тут уже очень важная составляющая, не как он поступит, потому что у него были крайности. От дружбы с Путиным за 24 часа закончить войну. Но тут не указал, как это будет, и будем его оставлять в территории. Это намек такой был, что мы должны остановиться, но по первой территории были. До, помним, нанесения ударов по Кремлю ракетами США. Да, такое было, когда голосовали за 61 миллиард. Поэтому крайности есть. Что нужно делать? Это, в первую очередь, не ожидать от него каких-либо решений. Нам нужно вместе формировать общую политику. Это активная работа с самим Трампом на высшем политическом уровне, президентом Украины. Это особенно важнейшая составляющая команда наша, военные, разведчики, МИД, и особенно лоббисты, которые имеют сейчас реальные контакты с командой. А мы имеем с его советниками, например, с его будущим возможным, я уже посмотрел список силовиков, я их все знаю, представителей ВПК, как правило, это республиканцы, ассоциация генералитета, их глава, это республикает наш друг большой, и многие-многие другие. И мы в новых ситуациях, когда Трамп был президентом, очень мощно меняли ее позицию, по многим проблемам, включая мировой порядок и выработка Хельсинки-2, это новое глобальное соглашение, которое подписал Синдзипин, и в Хельсинки при встрече с Трампом согласился даже Путин, потому что 130 стран уже неофициально поддержали этот проект. Поэтому два пути. Активная работа с ним, поддержка Украины, вооружение техниками, боеприпасами вместе с союзниками. И второй, это его инициатива, я так уже имею неофициальную информацию, он умер в порядку, где нет именно места в войне, а есть суверенитет государств, и правительство международного права, и гарантии тогда для всех стран, включая Украину. Это более длительный процесс, но он сейчас стоит на повестке дня и очень важен для нас, потому что победа на фронте, это будут хорошие предпосылки договоренности по миру с Россией на принципах международного права, и мировоззрительное общество, которые поставят эти принципы во главу угла, и Путину деваться некуда будет. Такая работа должна быть, в первую очередь, нам, наших, всех, и органов власти, и управления, и самое главное, я прямо скажу, профессионалов, которые сейчас недолучены, как говорит, не залучены в этот процесс, потому что Трамп поддается тем влияниям, которые сейчас у него имеются, и те силы, которые мы можем задействовать, они существенно могут менять его политику. Тут учитываются интересы США, это интересы глобальной безопасности, допущения в ядерной войне, интересы экономического сотрудничества, интересы глобальных, так сказать, придерства США в этой большой модели противостоянства с Китаем, и интересы гармонии отношений. Это еще большая тема. Это безопасность, экономика, экология, это многие темы. Я прямо скажу, почему это не теория. Трампу эти темы прорабатывались, и когда правильно с ним вести политику, и вместе с его советниками эффективно ее формировать, он тогда занимает модель поддержки и демократии, и режимов, соответственно, которые отставят принципы демократии. В этой ситуации мы, на переднем крае, детонаторы этих всех больших проблем, и в регулировании их, это в интересах США. И нужно показать Трампу, и дать механизмы, как дальше действовать совместно и с третьими странами. Как, по-вашему, могут складываться отношения между США и Европой после января 2025-го? Вот есть такое мнение, что если Дональд Трамп решит прекратить поддерживать безопасность на европейском континенте, Евросоюз должен иметь собственную армию. Ну, по крайней мере, об этом заявил премьер-министр Люксембурга Люк Фриден. Как вы относитесь к идее создания армии ЕС, полностью интегрированной с НАТО? Ну, в современный период просто нереально. Для того, чтобы создать, нужно с нуля фактически сформировать и новое подразделение, командование, все такие типы вооружения, которые часто оборудуются и в США, и в Британии, и в третьих странах. То есть это громадные и финансовые средства, большая организационная структура, и, конечно, эффективное командование. Это все требуют годы, прямо скажу, так быстро они сделают. Поэтому основной сегмент это вооруженные силы НАТО. Они имеют все модели и форматы действий в любых условиях, начиная от холодной войны, заканчивая ядерной. Поэтому есть расписанные сценарии, и они готовы к этому. И Трамп, я прямо скажу, да, он будет требовать и более эффективного участия во всех военных проектах, финансовых, особенно программах, о которых я говорил, 2%. Уже большинство стран НАТО и Европы перешли нафинансировать до 2%, а три страны и 3%. Поэтому этот пункт уже снимается, фактически. В районе ситуации Трамп не отказывается от коллективного участия, потому что уже угроза России глобальная, не только Европе. Помним, и Путин, в общем, угрожал всем, в участии США, а Медведев-Корпет называл города нанесения ядерных ударов, включая Нью-Йорк, Лондон, Берлин. Поэтому тут в США не было исключения. Поэтому в данный момент я думаю, что Трамп будет вырабатывать общую мощную модель и коллективной безопасности, мощного противостояния России, ну и попытка как-то выйти на модель регулирования, как я говорю. Но тут самое главное, что в этой модели регулирования преувеличивает принцип международного права. Потому что будущая архитектура безопасности, на которой он неофициально тогда работал, она предполагает как раз новые правила, которые присматривают суверенитет и государство без войн, без агрессии. Другого принципа просто нет. Я думаю, что этот принцип должен остоположен. И сейчас его нужно очень четко формировать и между США, и Европой, базово, ну и, понятно, Украиной и нашими всеми союзниками. Давайте, Николай Григорьевич, с вашей помощью взглянем на ситуацию на фронте, на самом горячем направлении, то есть Покровск, Селидово, Курахово, Угледар, вот на этой линии. Как по-вашему, решатся ли россияне возобновить массированное наступление на Покровск, или же для этого им нужно, что называется, выравнивать фронт, и основные боевые действия сейчас будут происходить в районе Курахова? Да, они будут продолжать именно и движение и по Покровскому направлению, пытаться пробивать отдельно сектора, мы говорим, Селидова буквально, пиратом, попытки продвижения были, вот, так же само, Торецк, вот, но, конечно, основной удар Курахово, стратегия, я так понимаю, России, это наступление на юге, для того, чтобы решить две задачи, обойти Покровский выступ, раз, раз, и ударить с флангов, или, возможно, пытаться замкнуть окружение, но это более глобальная задача, и, конечно, это продвижение направлений уже Донецкой, Директоровской и Запорожской области, сил и средств противника для этого массового нервного нет, отдельные участки, да, он пробивает, он пытается где-то именно заходить с флангов, но мы уже эту тему знаем, то есть, и его форматы действий, поэтому проводятся контрдействия, в ряде сектором мы улучшим положение, на поле боя, но это уже уничтожение большого количества представителей противника, тысячу примерно 980 до 1500, это уже сегодня большие, мы говорим, потери врага за сутки, вот так же самым перед этим 1300 и 1280 и 1700 мы имеем факт, что российская армия тает на глазах, как мы неоднократно говорили, за два месяца целая армия выходит из строя, это большие потери, никакие модели мобилизации, вербовки мобилизированных, то есть, строевиков не работают уже, уже не успевает машина мобилизировать, поэтому подтягивают и севернокорейцы, поэтому данные ситуации еще будут продвигаться на Кураховское направление как приоритетным, так как считают, что там имеют перспективу наступу, да, и нам там необходимо подтягивать резервы и проводить нетрадиционные операции по контрударам, я считаю, с флангом, для того, чтобы не давать продвигаться и замыкать как бы полукольцо, это очень важно сейчас составляющие, сумеем там сработать, дадим мощный отпор, враг не будет иметь перспективу ни тут, ни на Покровском направлении, ни в других местах, я думаю, что сейчас решающий формат именно юг, и поэтому на юге основное внимание сейчас наше командование, в дальнейшем, я думаю, что ресурсов достаточно не будет, чтобы наступать по всем восьми основным садинским направлениям, которые враг заявил, это начиная от Ловчанска, Покровского направления, Диманского, Ичасов-Яр, соответственно, Торецкого, Селидово, мы говорим, Кураховского, Запорожского, то есть это большой растянутый фронт, при таких потерях возможно сконцентрировать основные садинские средства для большого наступательного удара невозможно, поэтому будем выходить из того, где он сейчас имеет приоритет, где основные силы туда бросил, например, Покровское примерно 45 тысяч, например, если Кураховское также по 55-60 тысяч, вот там мы должны работать очень эффективно, действительно, основной решающий формат на ближайшую неделю считают будут в этом секторе. Николай Григорьевич, спасибо за ваши комментарии, как всегда рады всегда видеть вас на Фридом, напомню нашим телезрителям, Николай Маломуш, генерал, бывший глава службы внешней разведки Украины, был на связи с нашей студией, спасибо еще раз. Всего доброго.